здравствуйте дорогие друзья знаете в мире как всегда две проблемы не те что вы подумали первая у нас проблема то что мы видим войны кругом вот эти ужасы второе то что разлад народе мы видим вы знаете все это уже было и ответы на все в нашей недельной главе я нашел книги шевет мусар написано что автор говорит о том насколько плохи раздоры из разногласия и пишет что посмотрите насколько тяжелым грехом является ссора перед всевышним во время греха золотого тельца когда люди были в мире ман не прекращал падать во время ссоры короха написано в этот день не падал ман с неба и когда рассмотрите очень интересно надо задуматься когда корох и вот товарищи приходит ругаться с маше он говорит утром все решит всевышний кто прав а для чего ждать утра почему сразу определить нельзя есть несколько ответов на этот вопрос но сейчас давайте обратим внимание на один из них который приводит райв хокканевский хмканевский на основе медроша он говорит что маша хотела чтобы короха его компания дождались мана который утром выпадал и как известно в случае если чек совершал преступление или там был явно не тот человек он выпадал неряным шатром и очень далеко и причем чем серьезней поступок тем дальше в таком случае все противники маша и раурно поняли сразу. Что происходит? Почему же расчет не сработал? Говорит Медраж, Всевышний ненавидит разногласий. Поэтому в это утро мана не было вообще. Ни для кого. Ни для спорщиков, ни для Маше, ни для Арона, ни для остальных. То есть, если есть стычки, распри, пропитание не получают ни те, кто правы, ни те, кто не виноваты. Даже те, кто не привлекался. В этом кошмар. Как видите, нет ничего, что не было бы не написано в Торе. Почему на самом деле ман не спустился? Почему? Да потому, что он появлялся в заслугу Маше. А когда с ним начали спорить, ман не мог уж спуститься. Это понятно. Жизнь народа зависела от мана. И как они боялись, что он прекратит падать. Тут же им намекулинули сверху, что если они пойдут за Корохом, могут умереть с голоду и рискнули. Ну и что? Ну и что? Ну и что? Помогло? Ничего не помогло. Нам в тысячу раз в нашей жизни показываются какие-то вещи, и что помогло? Не помогают. Наверное, Каим Корох объяснил. Смотрите, Всевышний сердится на Маше, поэтому ничего не посылает. Ответ глупый, кажется. Глупый, но давайте вспомним. Все нам описывается. Царь Ахав в истории заставил народ Израиля служить идолам, насмыхался над предостережениями Маше Рабейни, что прекратятся дожди. Пророк Ильягу сказал, что не будет дожди, а пришел Ахав и сказал, что ты виноват, что нету. Когда Корох затеял спор с Маше Рабейном, с человеком Бога, на что он рассчитывал? Это же заранее проигранная битва. Каждый раз, когда мы выступаем против Бога, мы точно или делаем что-то, мы проиграли эту битву. Корох не первый, не последний. Заслуга первенства это поколение разделения, которое было. Когда решили башню строить во главе там с идолом, который стоять будет наверху и направленным мечом к небу. Смешно, конечно смешно, конечно смешно, но когда человек воюет с Творцом, это смешно. И результат мы знаем. Никто ничего не выучил. Фараон, самый великий герой. Казни, он уничтожил еврейский народ, там все. Ну что, выучил или урок? Нет. Санхирир сказал, я побеждать буду. Подошел к Иерусалиму, 180 тысяч человек. Только командиров сказал, сейчас я вам устрою. И что? Ну что? Аман добровольно решил заменить его. Хотел уничтожить, истребить всех. Ну что? Ну вы понятие, что происходит? Никто не учит уроки. Антиох. Антиох, знаменитый антиох. Кости рассыпались. Мозг Тита, который, казалось бы, как он кричал, я победил Бога, сверлил комар. И так пропадают все враги Всевышнего. Так и самоубийство Гитлера, и загадочная смерть Сталина, когда он принял решение уничтожить еврейский народ. В каждом поколении написано, восстают против нас, чтобы нас истребить. Но, сказала она, через пророков. Всякое оружие, созданное против тебя, не преуспеет. Пророк и Жиягу. И все, и точка. Что там кто будет рассказывать? То, что будет делать? Саддам Хусейн уже доказывал это недавно. Итак, восстань Господь и обратиться в бедство враги перед лицом твоим. Это пасук такой истории. Ненавистники Израиля, к сожалению, это все те, кто воюет против Бога. Это и фараоны, и главы там тех западных стран, которые рассказывают нам и так далее. Мы сейчас видим ничего такого нового, чего не было когда-то. И Корах 3000 лет, и Береги периода храма. И все ненавистники религии, замужляющие против Бога, они всегда считали, что они нашли самый лучший момент, а не самый сильный. Ничего. Это больно. Да. Сегодня особенно, потому что это война, к сожалению, виноваты мы. Мы не сумели очистить так мир, как те люди, которые пострадали, когда было восстание Кораха. Они пошли не за тем. Они делают. И сейчас, вот посмотрите, в Израиле кто видит стотысячные демонстрации в поддержку голого зада, там смешно, это казалось бы, но это больно, потому что это братья. Надо запомнить только одно. Не начинайте войны с Богом. Никто его не смог победить. Откажитесь. Ни у кого нет шансов. Лучше делать как он, и все будет хорошо. Ни одно решение против Израиля не будет подтверждено небом. Ни одно, несмотря ни на что. Браховый отслух.